Многие из людей, оказавшихся в подобных ситуациях, задаются вопросом, как мне с этим дальше жить? Как мне жить, если от меня ушел родной и близкий мне человек? По сути дела, он меня изменил, он меня предал. Как мне после этого жить? Как мне жить, если я не вижу смысла? Как мне жить, если меня никто не любит? Как мне жить, если меня давит чувство вины? Как мне жить, если я не могу простить, и меня давят чувства обиды? И вот среди вопросов, которые задают люди, подобных вопросов, есть и такой вопрос. Как мне дальше жить, если у меня неизлечимое заболевание? Друзья, несмотря на серьезнейшие успехи современной медицинской науки, к сожалению, бывают и такие ситуации, когда даже современная медицина оказывается бессильной. Есть такие состояния, которые называют неизлечимыми. И когда человек сталкивается с подобным в своей жизни, конечно же, это обрушивается на него, как гром среди ясного неба. Это такой страшный стресс для любого живого человека. Он не знает, что с этим делать, как с этим жить дальше. Я хочу зачитать вам выдержку из письма женщины, молодой еще женщины. Вот что она пишет. Здравствуйте, мне 33 года. Десять лет назад я узнала, что больна, и болезнь неизлечима. Каждые полгода я прохожу обследование, и все было стабильно, нормально, но последние анализы показали ухудшение. Болезнь начала резко прогрессировать. Я попыталась взять себя в руки, как-то преодолеть себя, но у меня ничего не выходит. Мне почему-то никак не везет с врачами. Все говорят по-разному. То этим лечиться, то этим, то не лечиться. Я так устала от неопределенности. Муж меня не понимает, подруги тоже. А больше никто не знает. Хочется маме сказать, но я не могу. Сегодня я плакала. Я не знаю, что мне делать и как мне жить дальше. Если бы не дети, я даже бы не раздумывала. Жить больше незачем. Вот еще одно письмо тоже от женщины. Видимо, она из мусульманского окружения. Даже не знаю, с чего начать. Дело в том, что я болею неизлечимой болезнью. Она мне мешает жить. Свою семью я построить не могу. Просто сижу дома и жду, пока мои ноги совсем не откажут. А хотелось бы изучать Коран, построить крепкую религиозную семью. Но я даже познакомиться ни с кем не могу. Вряд ли кто-нибудь захочет меня такую. Просила Всевышнего помочь, но все зря. Что я только не делала. Единственный выход, который я вижу, это самоубийство. Но я не хочу этого делать. Я не хочу об этом думать. Но в мысли почему-то приходит только это. Я не хочу этого. Я знаю, что это грех самый большой. Но я не знаю, что с этим делать. Помогите мне. Страшный диагноз действительно сбивает с ног. Он обрушивается на тебя, как, знаете, снежная лавина. И человек, который столкнулся вот с диагнозом неизлечимого заболевания, он чувствует себя совершенно раздавленным вот этими обстоятельствами. Он, особенно в первые минуты, совершенно теряется. Он не знает, что делать, где искать выход. Его воля парализуется. Все его жизненные силы куда-то исчезают. Он даже перестает думать нормально. Этот диагноз у него в голове, он его давит, подавляет всякую жизненную энергию, всякую инициативу, даже само желание жить дальше. И вот, когда мы сталкиваемся с такой ситуацией, или мы встречаем человека, который задает этот вопрос, как мне дальше жить, если у меня неизлечимое заболевание? Что можно сказать? Что нужно сказать в этой ситуации? Первое, что, наверное, следует сказать, первое, на что следует обратить внимание, это на слова из Священного Писания, поскольку именно здесь, в Священном Писании, мы можем найти ответы на вопросы, которые волнуют человека, в том числе и человека, столкнувшегося вот с такой трудной жизненной ситуацией. Это слова, записанные в первом послании апостола Петра, в пятой главе. Первое послание апостола Петра, пятая глава и седьмой текст. «Он печется о вас». Я читаю Библию в современном переводе. «Он печется о вас». «И потому все ваши тревоги возложите на Него». Все ваши тревоги, все ваши заботы возложите на Него. «Ибо Он, Бог, печется о вас». Конечно же, в минуту, когда человек столкнулся вот с такой ситуацией, трудно осмыслить эти слова Священного Писания, потому что первый вопрос человека, он обращен, естественно, к Богу. «Господи, почему Ты допустил такое в моей жизни?» «И как в этой вот ситуации увидеть Твою заботу, Твоё попечительство обо Мне лично?» Да, да, Бог действительно заботится о детях Своих, но это звучит как-то, вы знаете, обобщенно. А вот сейчас в моей жизни вот такая вот ситуация. «Что Мне делать с этим?» Даже несмотря на то, что именно вот эти мысли будут мучить человека, все равно нужно все свои заботы, все свои тревоги возложить на Господа, «Ибо Он печется о нас». Именно вот в этой ситуации, в очень сложной ситуации, мы и можем ощутить в своей жизни присутствие Божье. Божье присутствие, которое поможет тебе жить дальше, несмотря ни на что. Когда у тебя все хорошо, когда у тебя ничего не болит, ты иногда забываешь о Божьем присутствии в своей жизни, и тебе кажется, что ты все сам. А когда ты столкнулся вот с таким, вот здесь-то ты и ощущаешь свою полную беспомощность и несостоятельность, и ты понимаешь, что сам не можешь себе помочь, и медицина не может тебе помочь, а Бог может, потому что Он лучше каждого из нас знает человеческое сердце. И поэтому, несмотря ни на что, первое, что мы должны сделать, все свои заботы, все свои тревоги возложить на Него, потому что Он печется о нас. Второе, на что, может быть, стоит обратить внимание. Дело в том, что я не единственный человек, который оказался в этой ситуации. И вокруг меня очень много людей тоже с не менее страшными диагнозами, но тем не менее, они как-то находят в себе силы и не просто жить, но жить активно, созидать, занимать какую-то активную позицию в жизни. И вот их пример, Он может тоже помочь мне, Он может поддержать меня, Он может вселить и в меня вот веру в благополучный исход. Наверное, все вы слышали имя выдающегося британского ученого, физика, теоретика, астронома Стивена Хокинга, который умер буквально год назад, в прошлом году. Судьба этого человека просто уникальна. Уникальна. Блестящий, блестящий ум. Феноменальная память. И тогда, когда, казалось бы, впереди у него блестящая карьера ученого, ему 20 с небольшим лет, его поражает страшная болезнь. По сути дела, неизлечимая болезнь. Болезнь Луи Геррига. Боковой амиотрофический склероз. Это болезнь, которая, по сути дела, ведет к парализации. Парализации всех мышц. Человек перестает двигаться. Врачи ему дали от силы два года. Два года. И диагноз этот был ему поставлен, вы не поверите, в начале 60-х годов. Два года дали. Он прожил с этим диагнозом почти 50 лет. Почти 50 лет. Да, это была непростая жизнь. В последнее время у него осталась функционирующая всего одна мышца, мимическая мышца на лице, с помощью которой, ну и с помощью соответствующего оборудования, он мог общаться как-то с внешним миром. Всего одной мышцей он мог управлять, мимической мышцей на лице. Все остальное было парализовано. Он не мог самостоятельно дышать. Он был подключен к аппаратуре. Его кресло, его кресло, вот инвалидная коляска, напоминала по своей сложности, по вот этой нашпигованности, разными датчиками, приборами, вот чуть ли не космический корабль. Но он жил, он боролся, боролся за каждую минуту жизни. Именно вот в таком состоянии он совершил блестящие открытия в области астрофизики. Он оставил серьезнейший след в науке. И вы знаете, он никогда не жаловался на Бога, на людей, на медиков. Нет. Но он пишет, что после того, как он заболел, жизнь для него обрела совершенно новый смысл и приобрела новую окраску. Когда ему сказали, у тебя всего два года, он по-новому стал воспринимать солнечный луч, цветок, который распускается по весне, детский смех. Он стал дрожить всем этим. Все эти, казалось бы, вот такие, ну, незначительные житейские радости для него приобрели особое какое-то звучание, силу, красоту. Он стал бороться за каждый миг жизни. И ему принадлежит вот такое выражение. Он очень часто, часто говорил так, как инвалид, сконцентрируйся на том, что ты можешь. И не замыкайся на том, чего ты не можешь. Сконцентрируйся на том, что ты можешь. И не замыкайся на том, что ты не можешь. Это не единственный пример. Таких примеров можно было бы приводить десятки и десятки и десятки. Третье. Что мы можем сказать человеку, который оказался в такой непростой жизненной ситуации, столкнулся с диагнозом неизлечимого заболевания? Третье. Казалось бы, это банально звучит для нас, но для человека, который не знает, как жить с этим дальше, это может быть жизненно важно, жизненно важно обратиться к Слову Божию, к Священному Писанию, начать читать его. Когда ты будешь смотреть, смотреть на эту древнюю историю сквозь призму своего собственного переживания, страдания, по-другому это все будет восприниматься. Даже ты, если читал Библию раньше, будучи здоров, и, может быть, несколько раз прочитал Библию, вот в такой ситуации, трудной жизненной ситуации, Библия раскроется для тебя в совершенно новом свете. И ты ощутишь эту поддержку, исходящую с ее живительных страниц, потому что это Слово Божие через пророков и апостолов к тебе будет обращаться сам Господь. Ну и, конечно же, в этом Слове, в этом Слове, есть строки, на которые обязательно нужно обратить внимание. Давайте прочитаем слова, записанные в послании апостола Иакова в первой главе, со второго по четвертый тексты. «Братья мои, если выпадают на вашу долю какие-то испытания, пусть это будет вам в радость, так об этом думайте. И знайте, что в испытаниях веры вашей обретаете вы стойкость, а стойкость должна получить свое полное развитие в вас, чтобы стать вам людьми зрелыми, характера цельного, без всякого недостатка». Очень часто нам кажется, что в страданиях нет никакого смысла, но это не так. В Священном Писании неоднократно мы встречаемся вот с подобным. Есть смысл в страданиях, и Бог допускает страдания, испытания в нашей жизни, чтобы чему-то нас научить, чтобы нас закалить, чтобы сформировать в нас зрелую, зрелую духовную личность. О том же пишет и Павел в послании к римлянам в пятой главе. Давайте прочитаем третий и четвертый тексты пятой главы послания к римлянам. Павел пишет, «Более того, мы радуемся в нынешних испытаниях наших, зная, что в них развивается стойкость, а в стойкости зрелый характер, что и вселяет в нас надежду, надежду, которая никогда никого не разочарует, потому что свою любовь Бог излил в сердца наши Духом Святым». Оказывается, вот так может Бог изливать любовь свою в души наши через страдания, через переживания. Я как-то рассказывал вам историю малоизвестного русского поэта Ивана Козлова, который жил в XIX веке, современник Жуковского Василия Андреевича. Они даже похоронены рядышком в Александр-Невской лавре в Санкт-Петербурге. Иван Козлов тоже думал, что впереди у него блестящая карьера. Дворянин, офицер, любимчик светских балов, дам. Казалось бы, жизнь удалась, а потом вдруг страшная болезнь приковала его к больничной койке. Он оказался обездвиженным. Потом он теряет зрение, он полностью слепнет. И что может быть отчаяния вот этого положения, когда молодой человек лежит обездвиженный, прикованный к больничной койке, не видя белого света, что может быть отчаяния этого положения? Казалось бы, впору руки на себя наложить, спится, но ни то, ни другое не избирает для себя этот человек. Он в Боге находит для себя спасительное утешение, и он приходит к выводу, что Бог допустил подобное в его жизни, чтобы спасти его для жизни вечной. И, пребывая в таком состоянии, он пишет стихи, потрясающие по своей силе стихи. Некоторые из них вошли потом у нас в сборник гимны Псалмы Сиона. «Услышь, Христос, мое моление!» Да, это его стихи. «О ты, кого хвалить не смею!» Там есть такое четверостище. «Меня не крест мой ужасает, страдание верою цветет». Дальше он пишет. «Сам Бог кресты нам посылает и с Ним терпение нам дает». Есть, наверное, этот вышний смысл, который нам, людям, цепляющимся за земное, за земную жизнь, не всегда дано ухватить, увидеть, понять. Это вполне объяснимо. Это вполне объяснимо. Но есть какой-то вышний смысл, который, может быть, откроется, откроется только в вечности. Что еще можно сказать человеку, который оказался в такой непростой жизненной ситуации? Знаете, возможны ошибки. Да. Врачи тоже люди, и врачи тоже могут ошибаться. Я пережил это на собственном опыте. Когда в 1994 году мой коллега, челюстно-лицевой хирург, привез мне анализы биопсии опухоли моей супруги, и я там прочитал своими глазами эти врачебные каракули, две буквы через тире «С» тире «Р» – «Канцер» с латыни «Рак», около ушной железы. Я был в шоке. Я был раздавлен этим. Я не знал, как я поднимусь на девятый этаж в квартиру и посмотрю в глаза своей супруги после вот прочитанного. И так мы пребывали в состоянии вот этой тревоги и напряженности, пока вдруг не выяснилось, что все-таки это была ошибка. Опухоль оказалась доброкачественной. Возможны ошибки. А если нет? Если это все-таки не ошибка? Дорогие друзья, все равно есть надежда. Есть надежда на чудо Божие. Вы помните историю, которая записана в 4 главе книги Царств, в 4-й книге Царств, прошу прощения, в 20-й главе «История израильского царя Езекии». Да, вот, оказывается, так произносится имя этого царя Езекии. Мы сейчас записываем аудиоверсию Библии. И получается, что в большей части еврейские слова, еврейские имена имеют ударение именно вот на этом слоге. Езекия. 4-я книга Царств, глава 20-я, с 1 по 5 тексты. В те дни Езекия тяжело заболел и уже был при смерти. Пророк Исайя, сын Амоса, пришел к нему и сказал, «Вот что говорит Господь, передай дела преемникам своим, ибо не выздороветь тебе, ты умрешь». Ничего не ответил Езекия, отвернулся к стене и взмолился Господу. «Господи, вспомни, как я верен был Тебе, и от всего сердца делал то, что в глазах Твоих было праведно». Горько заплакал тут Езекия. «Но не успел Исайя покинуть дворцовую площадь, как было ему слово Господне. Иди и передай Езекии правителю моего народа. Вот что сказал Господь, Бог, праотца твоего Давида. Я услышал твою молитву и увидел слезы твои. Исцелю я тебя. И на третий день ты пойдешь в храм Господень. И я продлю жизнь твою еще на 15 лет». Еще на 15 лет. Да. Как вы думаете, Бог, которому мы служим сегодня, это тот же самый Бог, который когда-то совершил чудо в жизни слуги своего Езекии или другой. Тот же самый Бог. И сегодня возможны чудеса. А почему нет? Я за долгие уже годы служения в церкви сталкивался с людьми, которые делились, делились со мною вот этим чудом исцеления в своей жизни. Это реальные истории. Они не надуманные. Супруга пастора, который совершал служение в городе Горьком, когда я был еще студентом медицинского института в этом городе, тяжело заболела. Ей тоже поставили этот страшный диагноз. Рак молочной железы. Ей сделали операцию, ампутацию молочной железы, причем обширную, с лимфатическими узлами. Все. Вот. Облучение она прошла. Курс химиотерапии. Но не помогло. Пошли метастазы. Метастазы в головной мозг. Операция еще одна, нейрохирургическая. И опять курс облучения. Она потеряла волосы. Курс химиотерапии. Тогда эти методики были очень агрессивными. Они уже сажали иммунитет. В общем, когда опять появились метастазы, опять в головной мозг сказали, «Ну, что мы сделали, что могли, теперь мы уже бессильны». По молитвам, по молитвам этой женщины, по молитвам церкви, эта сестра поправилась. И ныне живет и здравствует, хотя прошло уже столько лет. Чудеса возможны в жизни верующего человека и сегодня. А если чудо не происходит, что делать, как жить дальше? И вот здесь, наверное, мы должны утешаться и утешать других словами обетования Божьего, которые оставлены, опять же, на страницах Священного Писания. Господь наш Иисус Христос, когда Он видел смущение в сердцах Своих учеников, Он оставил это потрясающее по Своей силе обетование. Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много. В доме Отца Моего обителей много. Я, когда приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были где я. Концовка Священного Писания, она вся такая радостная. Она какая-то вот торжественно ликующая. Вы знаете, да, чем заканчивается история этой вселенской драмы между добром и злом? Чем она заканчивается? Торжеством Божьей любви, Божьей справедливости, Божьей жизни, света. И помните, да, как описывается этот град, спускающийся с небес на землю, и те, кто будет жить в этом городе, там не будет уже ни вопля, ни плача, ни болезни, ни смерти, уже не будет. И этой верой мы призваны жить. Этой надежды никто отнять у нас не должен. Даже диагноз неизлечимого заболевания не должен отнять у нас этой надежды. И с такой верой, и с такой надеждой можно преодолеть абсолютно всё. Я хочу познакомить вас с письмом отца, которое он написал дочери своей. И в этом письме как раз-таки выражение бесконечной веры на Господа, доверия в, казалось бы, тупиковой жизненной ситуации. Когда-то давно это письмо потрясло меня своей вот этой какой-то пронзительной болью и вместе с тем надеждой, которая сквозит буквально в каждой строчке этого письма. Моя дорогая доченька, «Я молился о тебе задолго до твоего рождения. Я знал, что ты будешь моим маленьким ангелом, и ты стала им. Когда ты появилась на свет в день моего рождения, я понял, что ты для меня особый подарок от Бога. Я даже не думал о том, насколько драгоценным будет этот дар. Это больше, чем золотые кудряшки и румяные щечки. Ты, моя кровинушка, радость несказанная. Ты открыла мне любовь Бога, как ничто другое. Дорогая моя, ты научила меня любить. И я беззаветно любил тебя, когда ты беззаботно смеялась, училась переворачиваться, садиться, произносить первые слова. Я любил тебя, когда в сердце защемило чувство безысходности, когда я узнал о твоей страшной болезни. Мы обивали пороги бесконечных клиник в надежде помочь тебе. Мы неустанно молились о тебе. Я любил тебя. И после того, как после очередной спинно-мозговой пункции твое состояние резко ухудшилось, со слезами, с болью в сердце, я любил тебя. Я любил тебя еще больше, когда мы вынуждены были проводить бессонные ночи у твоей постели, бессильные помочь, тебе избавиться от боли и заснуть. Я продолжал любить тебя еще больше, после того, как твои глазки сошлись к переносице, и ты перестала вскоре видеть вовсе. Как мне не хватало твоего голоса, когда ты перестала говорить. Как любил я тебя, когда жестокий сколиоз скрутил все твое тело, и мы вынуждены были кормить тебя через зонт, потому что сама принимать пищу ты уже не могла. Я любил тебя, моя дорогая доченька, хотя уже никогда не мог услышать от тебя, папа, я так люблю тебя. Все десять лет этого страшного безмолвия, твоей прикованности к кровати, бесконечной смены подгузников и пеленок, я беззаветно любил тебя, хотя не понимал. Почему все это случилось со мной? Я думаю, что я любил тебя, несмотря ни на что, потому что Бог вложил эту любовь в мое сердце. И таинственная сила любви Божией в том и заключается, что Он любит нас и тогда, когда мы слепы, глухи, искалечены, телесно ли, духовно ли, Бог любит нас даже тогда, когда мы не можем ответить Ему, что тоже любим Его. «Моя дорогая доченька, ты ушла от нас, но я с нетерпением ожидаю дня, когда мы снова встретимся с Тобою, здоровой и счастливой, и вместе получим венцы из рук Спасителя». «Задолго до рождения я молился о тебе. Глубоко в сердце я знал, что ты станешь для меня моим маленьким ангелом. И ты им действительно стала». Такая история, такое письмо. «Как мне жить, если у меня неизлечимое заболевание?» «Жить». И с этим верующий человек может и должен жить. Помни о том, что не все заканчивается здесь, на земле. И Бог обещает нам нечто большее, нечто лучшее, чего похитить у верующего человека никто не может. И нет таких сил здесь, на земле, какими бы мрачными они не были, которые бы похитили вот эту славную надежду, это упование из рук верующего человека на жизнь вечную, вечную жизнь с Господом и Спасителем нашим Иисусом Христом. Слава Ему за это! Аминь! Слава Ему за это!